коллеги так давайте поставьте плюсик если меня видно и слышно хорошо что бывает иногда со связью проблемы тогда все отлично меня видно и слышно что нас сегодня ждет и ну во первых это новый формат мы решили проводить такие так называемые т-четверги то есть отойти от нашей такой общей темы которая занимается по правительству с групп технической узкоспециализированной и делать реверансы в сторону других эти технологии но сегодня про настольные игры поговорим на следующей неделе поговорим про smb сектор про то как интересно и просто достаточно тем же айпиш ником либо малому бизнесу работать с этой технологиями как облегчить жизнь потом планируем пригласить также интересных спикеров ну такой небольшой формат где-то на полчаса на час моему как пойдет мы здесь будем рассказывать что-то связано с этих технологиями но не конкретно технические детали технические возможности тоже связано с ужас а сегодня мы поговорим о настольных играх на самом деле тема очень интересная по одной простой причине что настольные игры они можно сказать союзные вечные с другой стороны многие считают этой игрушкой такой забавы и не предназначен для серьезного применения но если брать даже историю от появления этих игр брать уже опыт фактически то настольные игры для изучения стэм наук для изучения компьютерных наук они не только являются забавы но они очень подходят они показывают очень хорошие результаты и они появляются с одной стороны не так много с другой стороны они есть и новые новые решения появляются причем изучать можно не только программирование можно изучать это технику например или там логику а также я расскажу о том как использовать игры с компьютером сеттингом но ты в компании атишников чтобы когда вы там работаете с принтом какой-то программным кодом работайте к вашей командой вам нужно просто отдохнуть вы можете отлично на настольные игры так ну давайте начнем с того что я расскажу вообще историю того как появились о настольные игры с компьютерным уклоном ну мы в основном сейчас играем все игры которые хиты они появлялись даже с 19 века многие с 20 поэтому но компьютерные игры или игры с компьютерным наполнением появились тогда когда появились наши компьютеры я сейчас включу демонстрацию и попробуем все это посмотреть показать и рассказать так я буду пользоваться таким большим количеством своих статей почему потому что ну и со стороны запомнить все цифры достаточно сложно с другой стороны гораздо интереснее еще и картинки посмотреть какие-то делать презентацию там а получалось очень объемные проще будет потом на канале это канал просто робот на дзене и потом ссылочки там канал вот канал будет на хабре тоже ссылочки ссылкой дам можно почитать уже подробнее вот первую игру которую я нашел когда изучал эту тематику это была игра компьютер речь 77 года вот посмотрите это было ходилка видите ну с разветвлениями тут мы увидим какие-то условия там циклы и так далее это была компьютерная ходилка где вы должны были пройти от инпута до отпуда не потерявшись то есть по операционной системе вот вы бродили попадали на какие-то клетки выбираем какие-то пути тут вот даже мульти задачность было двух до четырех игроков от десяти лет просто изучали устройство внутренности компьютера 77 год но на самом деле уже процессор 8080 начинает появляется появляется первые домашние компьютеры и игра как раз зашла а восемьдесят третьем году уже появляется первые обучающие игры вот и пример компьютер карпер настольная игра ходилка у вас здесь есть остров вода проход вывода принтерного вот и так далее вы играли за робота который как бы также в барсале кубе должен был пройти путь от карабкаясь на горы памяти проходя круги софта и так далее и изучали устройство компьютера то есть вот аппарат на сборище было кремниевая долина вон силикон вали прямо написано уже тогда было известно что она есть и термин начал приживаться так друзья смотрите я чат читаю вы можете до зен я дам чуть попозже к все расскажу я дам ссылку на канал просто выбрать и посмотреть чтобы попался так ну дальше началась игры уже более узкоспециализированы вот игра рэм это изучать basic можно было то есть здесь причем яркий пример ролан white white так называемая игра с помощью которой вы должны были там бросать что-то записывать здесь вы писали программу она карточная игра была но с другой стороны у вас были здесь перфокарты ответьте прямо такие отрывные листочки виде перфокарты там записывать какие-то куски программы и вы получается изучали basic по пути дальше игра input world put games тоже ходилка ну тогда в то время игр современных механик было не так много сейчас известные механики появились только 92 тысяч на годах а ходилки вот массово применялись уже что-то более серьезное data progression здесь ведь уже блок схемы есть какие-то кажется что игра достаточно сложная но опять же ходилка то есть вы кидаете кубе ходите там какие-то команды выполнять то сюда двигатель зависимости от программного кода так ну и более менее интересное что-то начала появляться только в 2000-х годах си джамп компьютер программинг board game она игра которой уже появились какие-то условия циклы и нужно было математику чуть-чуть знать то есть вы играли за лыжника который должен был спуститься с горы правильно выбрав циклы к вашей программы то есть вы должны все но тут бросали кубик что у вас попадало вы складывали в зависимости от того как вам повезло не повезло по программному коду вы двигались дальше и кто первый там спускался потому что упасть вот можно было можно было первым прийти там подобное то есть здесь уже игра была с одной стороны опять же тоже ходилка бродилка кинь и двинь так называемая механика с гость стороны вы должны уже были что-то и посчитать и немного изучить какие-то определенные программные коды он любимый x++ кто знает что такое x++ можете тоже поставить плюсик в чат достаточно старая тема игры на программирование вообще появились чуть чуть раньше и считается что основной игрой которая заложила вот этот жанр на программирование действий вообще исполнители как таковые это идея заложенная была в языке лога и впоследствии на компьютере она была развита в итоге в блочное программирование который мы сейчас все с детьми применяем скрачи или например блок или его вариациях то есть когда мы программируем например микробит или там других роботов вот первая игра это роборали это классика она появилась 90-х годах очень сложная 12 лет но очень интересная то здесь вы задаете для ваших роботов направление движения задаете им команды и двигаясь по полю там чинитесь пытайтесь дойти первым до препятствий есть и препятствие на поле и конвейеры и там ловушки и так далее игра классная но в чем проблема ее выкупила hasbro права и после того как они выкупили обещали перевести на русский язык это был 2014 год с того момента перевода мы так и не дождались к сожалению поэтому у нас игра только на английском языке и это останавливает очень многих от ее покупки вот и она достаточно сложная и долгая то есть 12 лет не зря там заложено то что эта игра для взрослых но если у вас нет проблем с английским языком если вы хотите окунуться в такую мозготрабительную игру на программирование роботов то роборали это ваш выбор она до сих пор не имеет таких конкурентов следующей игрой о которой стоит рассказать так сейчас ее найду и вообще с которой считается что пошло изучение детского программирования это робот уртлес вообще чтобы говорить о робот уртлес нужно поговорить о компании симфан поэтому сейчас давайте попробуем расскажу о робот уртлес а потом уже расскажу вообще о том во что это вылилось в итоге так сейчас реку тоже попытаюсь найти так мастерсы эти вещи но сейчас я найду симфан здесь вот робот уртлес так честно попробует открыться у нас эта игра которая взорвала kickstarter в 2000 году ее придумал один из сотрудников компании google игра заработала на kickstarter собрала больше 2 миллиона рублей на самом деле она для детей от 6 лет от пяти шести лет по сути ничего сложного нет у вас есть черепашки у вас есть игровое поле на него расставляет какие-то препятствия расставляете алмазики и есть карточки где вы даете вашим черепашкам команды по движению на это поле все но это стандартный принцип таких игр на программирование действий вы двигаетесь кто больше всех алмазиков собрал тот и выиграл игра была первой которая заложила огромный пласт таких игр на программирование действия которая пойдет речь именно на том что сейчас существует на рынке вот и опять же на русском языке этой игры к сожалению нету и ее можно найти только в английском варианте на амазоне там или других магазинах позже робот уртлес был выкуплен компанией синфан и сейчас издается ими но опять же на ней издается увы на русском языке вообще компания синфан выкупила целую серию вот таких игр если посмотрите у них коды мастерс серии игр коды где вы программируете это головоломки это на самом деле игры для одного это головоломки хакер также они сделали вот эту серию коды мастерс это виде майнкрафта вы тоже это головоломка с помощью которой вы можете программировать вашего человечка для поиска похода по подземельям майнкрафта и они выкупили под это пиратас это еще один из выпускников кикстартера это игра изучающая поэтом изучить язык питон вы можете также играю настольную игру вот под это операции про них опять же вы можете сами посмотреть подробнее посмотреть там видеоролик и так далее опять же что это только на английском языке сожалению вот эта индийская игра на русском языке они не вышли вот эта серия от синфана на английском то есть увидите на слайде полностью также можете ее посмотреть также ссылки я дам на свои статьи там часть этих игр написано про них вот а мы давайте двигаться дальше что у нас есть в текущий момент вообще программирование действий потом выделилось вот не только в игры на изучение компьютеров но и на первую игру как танчики ну кто играл в танчики на dendy те узнают внешний вид который здесь игры есть то есть тоже вы программируете ваши танчики двигайтесь по полю любимому только звук надо себе представить такой который как танчики по полю стреляют подобное это классика это выпущенная игра издательством экономикус или известная игра кольт экспресс где вы программируете действия ваших бандитов казалось бы причем тут программирование робот компьютерная и бандитов а здесь тоже самое у вас программирование действий то есть вы задавая программу алгоритм действий ваши бандиты должна гравить поезд то есть классические исполнители многопоточном режиме поэтому я эту игру тоже рекомендую не только айтишникам вообще поиграть она очень увлекательно и динамической и развивает вообще логику программирования так это что касается таких игр так вот теперь вернемся к рынку текущему что есть на мировом рынке и что есть на российском рынке настоящий момент ведь здесь 2019 год но с пандемией у нас ситуация ну поменялось но не сильно поэтому я расскажу таких ярких представителях сейчас мировых в начале которые будут а потом вернемся к российских представителей так интересная игра которая вышла недавно относительно она вышла 2019 году в конце может 20 года игра к вирк и цирк и здесь вы играете за робота-пылесоса который вас двигается по квартире но не только завода пылесоса если посмотрите здесь есть другие вы играете за умный дом и вы решаете здесь множество таких головоломок как соло режиме так и многопользовательском то есть можно несколько игроков играть несколькими роботами вы пытаетесь по дому там например брать грязь на кухне или там ванной спальне и вам мешают домашние животные препятствия и какие-то там хозяева так далее тоже игра необычная тоже только на английском языке и если будет возможность например найти на английском если вас нет с ним проблем можете посмотреть потому что здесь огромная книга заданий цветном варианте и по сути все игровое поле представлено в виде таких вот интересных задач вас плюс робота-пылесос еще энергия кончается кошки там пытаются покататься на нем и так далее дальше игра пиксует она косвенно связана с программированием она больше про ностальгию это 8-битные представки но опять же узнали мира пакмана но здесь есть алгоритмика как такова есть логика и она будет интересно и поностальгировать взрослым и с детьми также поиграть игра от компании genius games этой компании пускать сложные очень игры игра loveless and babbage про аду лавлис и бэбиджа про пионер вычислительной техники вы здесь программируете механическую их машину вычислительную игра очень сложная игра в стиле roll and write то есть вы должны записать и тачки информацию здесь вам нужно брать больше очков выполняя сложные арифметические операции там с помощью карточек вы как-то влияете на соперников мешаете здесь читать надо очень много времени вам дается мало игра для считается для взрослых потому что у вас есть сложить вычесть 10 от множество делить на два добавить там четыре и так далее то есть действие связаны с механическим вычислением то есть пять шагов операции можете вы использовать на вашей машине последовательно как шестеренки так раз 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 выполняете строки выигрышную цепочку получаете больше всего очков от 14 лет опять же только на английском языке к сожалению теперь перейдем к нашему текущему российскому рынку что вы можете увидеть на российском рынке давайте начнем с самых маленьких у нас начнем с детей от 5-6 лет написано от семи но самом деле 45 лет эта игра такси это первая игра которая появилась на программирование в россии она потому что появилась даже раньше чем моя битва големов она появилась 2013 году здесь вы программируете маршрут вы выкладывать из карточек поле игровое у вас есть машинки и вы задаете правильный алгоритм действий должны ваши такси там выбирая карточку от откуда до откуда например от больницы доехать до вашего дома и так далее и также можете играть несколько игроков машинки могут друг другу мешать вот игра опять же оптимально как я написал с 4-5 лет потому что уже старше 8 лет она уже скучно с другой стороны здесь достаточно интересная механика определение максимально оптимального пути то есть ребенок должен посмотреть и как правильно машинку вашу провести вторая игра опять же атмосферы туманность ежа то есть вы должны выбраться с планеты на которой вас ежик потерпел крушению вы играете четырьмя космонавтами спасаете ежика также у вас есть видите действия вперед назад лево вправо поворотки дополнительно его выкладывать игровое поле с помощью этих карточек опять же 24 маленький программиста четырех лет даже оформление показывает что игра будет лет 7-8 только интересно но это вот для начала а классика опять же не умирающие на логику ricochet robots ее брать может даже в английском варианте есть перевод как называть сумасшедшие роботы игра до 10 игроков если хотите там толпу детей или взрослых занять можно сказать бессмысленным занятием с другой стороны очень увлекательным занятием то вот эта игра для вас здесь робота ставите и пожалуйста вы выбираетесь вашими роботами отскакивает стен и от препятствий то есть у каждого робота своя задача там вот например от одной зоны вот видите тут есть синий старт на перевод синий карточка финиш и так далее то есть вы начинаете определенном месте и должны дойти до выхода либо добраться как в этом случае там разные из правила воды центральной зоны роботы сталкиваются друг с другом мешают друг другу вы должны просчитать все ваши отскоки куда они идут то есть раз пошли так вот поскольку стену там в бок ушли и так далее игра шикарная игра заставляет мозг просто вскипать и поэтому и ricochet robots настоятельно рекомендую тоже в игровую коллекцию если найдете даже в английском варианте здесь не страшно как видите здесь ничего не написано правила на русском языке доступны в интернете их можно спокойно использовать так такие необычные вещи как программирование с помощью планшетов так вот кода вот мастерс как выглядит ведь то есть очень просто может какая-то нейросеть на самом деле вот вот здесь по сути даже даже это и есть простенькая нейросеть так как вы сдаете весовые коэффициенты и передвигаете вашего человечка до цели до портала но это головоломка вот это что касается маленьких есть брейни тизер это программирование от бана умников это задание по алгоритмике здесь потренировать мозг на логику движений например какие-то определенных но тоже интересная игра но этот 8 лет и можете использовать не только у себя до 12 плюс показывает что вот эту вещь можно использовать и возрослой компании если у вас там есть необходимость вашим сотрудникам отдохнуть чуть-чуть лучше отдохнуть с умом ну или там делайте какой-то небольшой перерывчик корпоратив и так далее пожалуйста можете поиграть в эту игру еще за одной мозги потренировать вспомнив как правильно это делать ну и конечно также делайте на работе но здесь поймете что может быть что-то вы подзабыли в той же логике вот и два хита которые есть сейчас на рынке продаются и которые наиболее подходит для детей и взрослых и которые наиболее востребована у нас это прогера от банды умников здесь вы программируете роботов на марсе на луне как вы считаете на другой планете вы собираете кристаллы вы двигаетесь по этой планете у нас какие-то препятствия и кто там вы можете с роботами с другими взаимодействовать также задавая команды вперед-назад там прыжки в трехуровневое поле и можете двигаться по нему и моя битва големов вот карточная лига роботов просто сделан из карт и игра сделана в стиле языка scratch здесь также модульные роботы вы их собираете здесь вы можете задавать команды вашим роботам тут играть можно вдвоем можно добавить двух ботов есть специальные карточки для ботов есть есть две коробки соединить там и специальные разные наклейки чтобы роботов не путать вы можете играть и в четвером а есть еще и только в четвером выберет 4 робота и добавлять еще ботов там получается на поле такая мешанина из родов который всем мешает что становится очень интересно здесь есть условия здесь есть циклы здесь есть возможность таскать от бочки брать передвигать можете летать если сделали ракетное шасси можете плавать тонуть и тому подобное здесь препятствия телепорта и так далее игра также востребована это уже третье издание игры у меня и самое главное есть вот как не на головоломок там 48 задач для одного игрока можно играть даже без вот эти карточки без раскладывания игры вы просто на листочке бумаги эти задачи решаете от элементарнейших там переведи робота на три клетки вперед на две там команды вперед вперед например до достаточно сложных ребенку дали или сами посидели с ним порешали и все и у вас уже алгоритм к изучен поэтому битву големов также рекомендую где купить просто по названию смотреть то есть прогеры и вот ищите битву големов у меня игра есть в игротайме у меня игра есть у меня в магазине и есть она также в казахстане и в белоруси есть второе издание предыдущие она ничем не хуже но просто сделано с карточными полями теперь я сейчас немножко дальше пойдем декодер вернемся от wins in bots это игра если посмотреть тоже на изучение на программирование но она к сожалению перестала издаваться как видите прогеры очень много взяли с этой игры вы также на планете двигаетесь на какой-то испытательном полигоне роботами которых придумали для работы с зарубежными там даже зарубежными инопланетными миссиями и вот вас испытательный полигон с помощью которых вы этих роботов программируете и учите их добывать кристаллы и мешать соперникам перед других стран завоевывать ту же луну здесь ну брикошет роботы я сказал про эти игры сказал да на зен сейчас я ссылочку попытаюсь дать на канал там очень много материалов обновляю конечно не так часто как я хочу но она обновляется так сейчас попытаюсь чат открыть в зуме иногда очень не так сейчас коллеги пытаюсь выйти назад в зум и найти чат так вот канал за не чате видите то есть вы можете с помощью него смотреть и сейчас я дам канал на хабре свой все открою так если он вас не только войти потому что это бывает иногда глюки все вот мои публикации на хабре там очень много вот а компания симфона стем игр 20 года вообще не только о компьютерных вообще по всех научных игр как можете почитать ну и заходите ко мне на страницу известно просто робот тоже посмотрите по другим играм а давайте мы будем двигаться дальше сейчас ну еще были игры вот ходим фармерс это изучение я во робот варс изучение тоже программирование виде достаточно такое сложное необычное вообще последний момент появились другие игры о которых я даже сам не знал но которые у меня вызвали очень много вопросов если я сейчас найду то скажу вот еще скажу о новинках иностранных забыл сказать патрито пиратес 2 эта игра от тех же авторов которые сделали патрито пиратес эта игра уже не на программирование а на изучение сетей то есть вы делаете сеть доставки сидел это спутнет вот они назвали как бы может быть картофельные сети будут названы вы изучайте сети у вас есть firewall вы вас есть туннель и так далее если вы хотите изучить детьми сетевую инфраструктуру вот эта игра шикарно опять же на русском языке нету опять же сделали в индии и не знаю переводов скорее всего не будет мои вот лично попытки с ними тогда говорится закончились ничем а как помните патрито пиратес потом купила симфаны поэтому перед здание в россии не получилось у нас так есть еще другие игры если сейчас я найду есть не только компьютерные есть изучение для айтишников вот тормит там был это логика то есть вы делаете машину которая у вас должна там выполнить какие-то определенные действия от вас должен шарик упасть например на определенное число или так далее и у вас по сути дела это логический компьютер простой который выполняет операции и или с помощью простых там наклоняемых штучек и шестеренок очень игра необычная механическая логика с такой стороны залипательная потому что если посмотрите видео в интернете увидите что даже вот так сядете и во все несколько часов вас уже нету ну быки и коровы это стандартно электротехнику вернусь вот есть например судоку двоичном исполнении даже вот такое есть вот а вообще так сейчас пытаюсь закрыть так сейчас очень популярна серия от девочки одной 11-летней тогда она была когда первая игра появилась девятилетний это коды байнас масс кодер сейчас все промаж что-то там сделали она выпускает эти игры вот этот коды байнас попробую сейчас найти на amazon коды байнас так если он не даст эту игру вот она эта девочка из португалии она ее распиарили очень сильно но мне вот на самом деле не по оформлению не по содержанию не нравится не слишком сложный но у нее есть игры на искусственный интеллект то есть она считает что не игр подходит от 4 до 100 лет и так далее вот вот сейчас покажу вот игру кода бансы тут стандартная игра на изучение программирования вас вы также 9 сводом кода вот кодер манится здесь роботы здесь робокролики плюс у нее там новое вышло на изучение марса опять же игра на иностранном языке игра достаточно очень сложная как когда говорят что четыре года игра на сути во первых это калька с робот утклис по большей степени там вон процентов на 80 во вторых очень усложнили и поэтому распиарили новостях и мне на кого не сильно понравилось по изучению так теперь вернемся еще другой тематике то есть игра с компьютером уклоном для компании то есть все мы для детей для детей а давайте посмотрим я порекомендую игру для взрослой компании декода до крипто если вы играли в компанейские игры в игры на отгадывание слов и тому подобное но самое известное кодовые слова конечно то рекомендую все-таки до крипто почему потому что здесь вы загадываете как бы слова играете компаниями их отгадывать и все слова на компьютерную тематику на айтишную оформление видите какое оформление шикарнейшее есть дополнение виде лазерного диска игра увлекательная игра веселая то есть видите карточки дискет у вас есть декриптор сделан то есть расшифровщик вот этих всех слов которые вам даны виде вот таких карточек с помощью красных никто не понимает что вы делать это зависит от того как вы опустили так он у вас и показывается вот декриптор он есть на русском языке рекомендую его вообще в компанию даже айтишную тем более приобрести стоит ведь совсем недорого 1490 рублей а веселье вы получите гарантированно то есть вот вас три слова вам дали или четыре слова дали вас есть ключевые слова вы зашифровываете с помощью подсказок пытается что ваши соперники ваша команда отгадала очень хорошая игра обязательно рекомендую и вернемся играм немного другого направления так вот от меня на канале то есть на хабре можете посмотреть очень много статей интересных вернемся к параллельному программированию направлению вот есть такие игры даже вот такое есть вот есть вы можете на полу играть с детьми то есть пожалуйста можете не за столом играть а вот есть серии игр называемых футер-кодерс вот в себе логическую машину как искал логический там был тумб так называемый вот кролик для робот это копия такси здесь конвейер вы это просто кубики складываете а здесь вы на полу двигайтесь то есть в виде исполнители ваши дети пожалуйста детском саду шикарно будет напольная игра большая опять же проблема что на русском языке не это не издается и в россию не знаю кто может быть будут востребована мир вот такое привести может быть и нет вот и еще одна игра которая хотел сегодня рассказать это сейчас я попробую закрыть сейчас открою себя сайт это на игра на электро технику здесь история чуть другая игра не закрыть и цепь здесь история что мы я лично пытался сделать настольную игру которая бы позволяла изучать электрические цепи открою две картинки вот так ли здесь какие то вопросы задавайте в чат я вижу сам чат ваш я не смогу ответить сразу же сейчас посмотрю по вопросам вот эта игра на изучение электрических цепей очень также полезно для будущих атишников для тех кто захочет связать свою род деятельности не только с программированием например там железом здесь устроить электрические цепи батарейка есть выводы воды лампочки светодиоды зажигаете светодиоды зажигать лампочки у вас есть резисторы вы можете мешать соперникам эта игра шикарно заходит и взрослым потому что это по сути дела логический абстракт в котором вы строите цепочки непрерывные и зарабатываете больше всего очков мешая вашим коллегам тоже игра интересная игра необычная есть конечно много похожих абстрактов сделаны конечно не в тематике цепей не в тематике айтишной но здесь именно я сделал в рамках электрических цепей и ну опять же можно использовать обучающих цели как видите сейчас там кружок робототехники физика или вы хотите детьми просто изучить схемотехнику вот пожалуйста можете играть второй стороной игры здесь у вас есть уже обозначение элементов они они здесь есть они есть и на этой стороне крите маленькие но здесь вы строите цепь уже завязанную на так пытаюсь открыть не зум не хочет давать вот вы уже строите конкретную схему ваша электрической цепи игра несложная с одной стороны с другой стороны сложная почему потому что считать вот эту цепочку это самое сложное в ней в ней заложены вообще механики и близкие к обычным цепям мы специально проверяли как будут светиться светодиоды как будут светиться лампочки там только есть два отклонения у меня то что на хабре есть об этом статья то есть получается здесь она еще и почти реально работает то есть пожалуйста если вы там резистный светодиод включите без резистора у вас сгорает по правилам поэтому не надо так делать или если ключи две лампочки или лампочки светодиод у вас за счет того что потребителей только больше у вас не светится будут меньше можете две батарейки поставить и так далее то есть вот такая игра она необычная вы тоже можете ее приобрести она есть на озоне есть на wildberries у меня целью не магазине нет то что она вся ушла в продажу есть магазине игротаем вообще магазине горта меня все игры есть если взять и дмк пресс вот забыл сказать хорошие издательства хорошие книги у них есть все мои игры дмк прессе немножко сейчас тоже упомянул я открою их сайт и покажу еще одну игру которую можно найти опять же на программирование для айтишников чуть я не забыл так сейчас я попытаюсь найти вот эти настольные игры дмк пресс хорошо в них заказывайте книгу полезную хорошую и заодно заказывайте себе игры вам их привозят вот видите здесь мои игры есть а есть игра data monsters здесь игра где вы она для взрослых вы работаете вы играете в различных компьютерных геев которые кодируют разобрабатывать нейросети у вас есть крипто майнинг у вас есть и к есть хакеры есть фишинг есть бэкдоры и тому подобное она игра из пола альты из кремниевой долины это больше карточная игра видите транс плюс то есть игра для взрослых но достаточно интересно но опять же игра на английском языке зато все четыре колоды за такую небольшую цену это гораздо приятно и еще одна необычная игра которая связана компьютерной тематикой это игра вообще тоже необычная это game для всем эта игра разработчиков игр то есть настольная игра которая погружает вас в разработку на компьютерных игр вы должны разработать игру это управленческая игра это не игра на изучение программирования эта игра на экономику и на управление но если вы хотите окунуться там в мир этих разработки либо там с детьми более старшего возраста потому что здесь опять же возрастная группа у нее 14 плюс это для взрослых то есть это вообще для взрослых компаний пожалуйста вы делаете тренинги по командной разработке пожалуйста берете в эту игру и попытайтесь не поиграть четырьмя людьми и увидите что у вас команда то вообще не складывается они даже в обычную настольную игру не могут выиграть не могут ничего разработать и надо подумать о чем у вас в реальной жизни получится все вот это издать от дмк пресс тоже заходите к ним магазин они хорошие мои партнеры и вообще их и выпускает отличные игры и книги не выпускает игры они помогают на выпускать так коллеги вот все что я хотел рассказать сегодня здесь может быть немного сумбурно получилось может быть нет теперь давайте отвечу на вопросы которые у вас есть и может быть еще что-то расскажу о чем вы спросите смотрите онлайн чемпионаты и так далее самая основная проблема что сделать онлайн игру сейчас гораздо дороже чем сделать обычную игру то есть бесплатно делать такой никто не хочет когда мы пытались перевести наши игры онлайн оказалось что там цена разработки была выше чем цена разработки обычных игр наших сделанных из картона потому что знаете зарплаты программистов знаете сколько средств они запрашивают на выполнение онлайн заказов и получалось так что нет у нас таких средств чтобы сделать онлайн можно было играть конечно а ну по на бумажных играх через вкс но это можно легко сделать но это вопрос надо чтобы у всех участников были копии настольных игр это конечно можно попытаться сделать то есть если у нас возьмутся дверь это несколько человек у которых будет например баталию делом у всех будут карточная лига поработав и пожалуйста через зум можно устроить это это вы сами можете играть тут проблем таких нет обычно у нас устраивают оффлайновые битвы в нескольких городах то есть детьми просто для детей берут устраивают турниры точно знаю что делают санкт-петербурге такие турниры точно знаю что делают зеленограде просто детей делят на команды и так как в битву големов то есть карточную лигу поработав и один раунд идет простой вообще можно за 10 минут провернуть можно даже за 5 то устраивает вообще квик турниры то есть быстрые турниры и увеличивая сложность игровых полей там постепенно к финалу вот ну тут опять же плюс такой что в ту же карточную лигу поработав можно играть одному ребенку и то есть вы его посадили он там бота поставил двух ботов поставил дал им карточки взял кубик и пошел против них играть ну конечно с родителями играть и лучше и нужно играть с детьми тогда это будет интересней ну и взрослым также сели поиграли потому что я прекрасно помню как это это детская игра в нее играть неинтересно да вы что так далее потом садится садишь двух взрослых объясняешь правила даже без погружения в такие глубины типа цикла условий как я сказал а что такого сложного цикла 2 например либо условий ифта когда ты определяешь что перед тобой препятствия или непрепятствия вот через десять-пятнадцать минут два еще играть зачем ты там это сделал так далее куда ты пошел то есть азарт у тростных проявляется даже иногда больше чем у детей и поэтому говорю так что игры может быть компьютерные на изучение программирования но с другой стороны они просто интересные поэтому большой плюс опять же на столах что они не только обучают но они дают интересно и полезно провести время это отличие от компьютера цивилисты за компьютером у вас устали уже делать вам уже не не можете видеть этот экран можете видеть эту клавиатуру пожалуйста достали компьютерную игру и поиграли ну вот видите битва галим карточная лига у меня здесь я лентяй сознаюсь я пытаюсь все сделать вторую версию правил опять же у меня есть на канале то есть на сайт зайдете там все расписано там есть видео правила играли коллеги играл я там написано как играть вообще кто не понимает ничего вот и пытаюсь сделать версию правил сложную ну вот хотел еще раз показать эту головоломку видите вот она книжечка такая достаточно толстая на черно-белый чтобы там влезло больше заданий ну вот покажу самые там простые задания то есть вас есть сделаю что было видно вот есть комната вот есть задача задача простая у вас есть бочка есть целевая . есть на пир робот и ваша задача нужно добраться вот этим вашим роботом от в эту целевую точку которая здесь обозначена не сдвинуть бочку не разрушаю при у вас есть например 4 команды за 4 команда вы должны повернутся поверить пройти вперед повернуться пройти еще куда нити там подобное именно 4 команды не больше ни меньше И вот такие логические задачи. Если вы учитель информатики, пожалуйста, вот у вас готовый задачник. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал, пожалуйста, вот у вас готовый задачник. Набор головоломок в одной коробке. Игра и, соответственно, набор головоломок. Так, ну это вот по карточной лиге у меня поработал. Вот, коллеги, что хотел рассказать, что хотел показать. Если вопросы есть, задавайте. Жду в чате. Давайте посмотрим, может, на ютубе есть вопросы. Опять же, запамятовал, что у нас трансляция на ютубе прямая была и, возможно, кто-то смотрел там. Так, сейчас. Прямой эфир откроем. Так, ну на ютубе тоже вопросов нету. Если вопросов нет, если рассказывать, то есть, если что-то спросить у меня больше не хотите, давайте тогда закончим. Сегодняшний IT-четверг. 45 минут пролетело, надеюсь, незаметно. Рассказал все, что я сам знал. Если у кого-то есть идеи по настольным играм, идеи по сотрудничеству по настольным играм, тоже можете мне написать. Причем даже в личку. Давайте я вам оставлю свой личный e-mail. Всегда рад пообщаться со всеми. Так, и приходите на наши IT-четверги. Я надеюсь, что я их буду делать сейчас регулярно. И, как я сказал, в следующую четверку будем рассматривать рынок SMB и программы для SMB. Вот это для маленьких, которые есть в 2021 году, и как гораздо проще жить. Ну и в группах, опять же, меня можно найти в Facebook, меня можно найти ВКонтакте. Линк у меня. Мой ник не меняется с 95-го года, когда я первый раз подключился к интернету. Поэтому также находите, стучитесь, друзья, пишите. Буду всегда рад. Так, давайте на этом-то буду заканчивать. Еще раз спасибо, что присоединились к нашим IT-четвергам. И спасибо, что сегодня слушали мой доклад. Надеюсь, что был полезным и увлекательным. Спасибо. Спасибо. Спасибо.